андрей выйдет хорошо если серьезно то мы идем в гости к моему другу клиенту и соседу по арене андрею здесенко повод нашего визита то что ресторан который входит в международную сеть вопьяна был признан лучшим из 170 ресторанов сети привет ну что что хотите ребята чай кофе капучино пасту пиццу пиццу моцарелла а как же аперитива дело в том что мы с андреем однажды гуляли по флоренции и где моя прекрасная супруга выбирала туфли мы как два шлеппере сидели на пуфике когда девушка подошла и предложила нам воду то андрейского давайте на котором просека и когда она сказал да хорошо конечно то андрей сказал нет стойте какой к черту просека несите пожалуйста опироль шприц она даже глазом не моргнула и через минут пять пришла с тремя невероятными вот такого размера коктейлями вот такого размера коктейлями орешками и так далее мы сказали девушка как вам это удалось она говорит ну как у нас же здесь рядом бар клиент просит мы бежим когда рабинович сказал что если бы он был король то он жил бы там чуть чуть лучше чем король потому что ночью он бы еще немножко шил этот разговор про андрея то есть человек который владеет крупной корпорацией с оборотом в сотни миллионов долларов и поставляет в разные страны по всей европе разные совершенно сколько там скаю несколько сот по нужно сказать о том что ежедневно миллион человек покупает нашу продукцию 30 миллионов человек в месяц пользуются продукцией корпорации биосфера 30 в том числе африкенбок смайл навита и все 30 миллиона человек и это делает человек которому всего 29 лет да было всего 20 лет назад так вот этому человеку этого было мало этот человек руководствующийся любовью любовь и страсть любовью и страстью к деньгам наживы и жаждой наживы открыл еще ресторанный бизнес открыл еще фэшн бизнес и все время знаете вот чем он не андрей жалуется нравится что он с одной стороны все же они жалуются нет я расскажу он нереально гедонистичный нереально то есть человек который смакует жизнь с утра до вечера во всех ее проявлениях и при это говорит ну да ва пьяна я конечно стараюсь но можно было бы лучше и ровно через неделю выходит новое что ресторан ва пьяна лучший ресторан сети из 170 ресторанов почти в мире так поразительно не то поразительно то что первое место занял киев через три года после открытия к этому ва пианисты идут там 5 лет 10 лет а второе место занял и львов львов то есть киев и львов он разделил с инсбруком ну где инсбрук где инсбрук где инсбрук какой-то инсбрук занял второе место да но чуть 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 не дотянулся до львова но первое второе киев и львов это реальный дубль и такого на моей памяти и вообще ва пьяны еще не было чтобы компания которая открыла три года назад с разницы в один месяц два ресторана такого не было никогда в истории ва пьяна чтобы новой стране которой компания без опыта ресторанного бизнеса только с менеджером имеющим опыт открыло одновременно два ресторана с разницы в один месяц с разницей 500 километров. То есть это уникально. И через три года мы заняли первое и второе место. Так, Андреас, у наших уважаемых телезрителей, дорогих друзей и подписчиков нет времени. Поэтому, пожалуйста, нам нужна спринт. Спринт. Экскурсия продолжительностью буквально пару минут. То есть нам придется бегать. Побежали. Вы видите, утро. Люди заполняют ресторан. Это всегда очень приятно. Так. Запахи чеснока, пасты. Пойдемте, пойдемте. Так. Доброе утро. Доброе утро. Заходите. Это одна из наших святая святых. Здесь мы делаем свежую пасту, которую потом используют несколько видов на день. Паста долго не хранится. Вот паста должна быть всегда свежая. разновидность пасты, исходя из того, как мы считаем, будет идти потребление в те или иные дни по статистике. Здесь зона приготовления, так называемый преп, то, что потом используется. То есть, знаете, когда здесь готовятся патроны, потому что, когда в обед приходит огромное количество людей, у вапианисты, которые готовят пасту, салаты, у них нет времени бегать что-то делать. Поэтому вот здесь готовится все, в холодильнике, сток, для того, чтобы потом очень быстро и качественно кормить большое количество людей при нагруженности, при том потоке, который есть в пике посещения ресторана. Целая система контроля качества и хранения исключает несвежие продукты, просроченные продукты. То есть, это та система, которая действует, и благодаря которой вапиано считается. Как театр начинается? С вешалки, вапиано начинается с зоны ресепшн. Идея вапиано – это безденежное обслуживание. То есть, все бесплатно в этом заведении? Все бесплатно до того, как вы не выходите из ресторана. То есть, как только ты зашел, то есть, может не выходить? Час или два, столько, сколько вы находитесь в ресторане, вы можете себя чувствовать богатеем, покупая, тратя. Можно есть всю Пасху, всю пиццу. Сколько карточка работает? Целый день. Целый день. То есть, фактически, человек, у которого нет денег, может утром прийти вапиано, позавтракать, пообедать, поужинать. И потом уже перед закрытием… Да, ожидаться вызывания полиции. Хорошо, хорошо, это отлично. Не, но на самом деле у нас нет таких случаев, чтобы у кого-то не было денег и приходилось вызывать. Мы всегда находим решение навсегда. То есть, почувствуй себя богатым, во всяком случае, вапиано, не имея денег, ты можешь действительно о них не думать. Наверное, практически единственное место в мире, где это происходит. На самом деле это чистый маркетинг, потому что момент расплаты, момент цены… То есть, всегда говорят, качество – это радость, а цена – это боль. И вопрос, даже когда у человека есть деньги, он чувствует себя уверенно. Сам факт транзакции, когда он должен взять деньги, достать их, прикоснуться, расплатиться. Особенно, если вапиано есть несколько этажей, бар, кофе, ты несколько расплатишь, то у тебя снижается удовлетворенность. Чем дальше, чем у тебя более отсрочен момент расплаты, то есть, тебе кажется, что это истинное гостеприимство, что, пожалуйста, заходи, бери, все твое, все, и так далее, и так далее. Потому что, особенно в момент, что ты, когда платишь, уже будешь поевший, сытый, счастливый – это мелочь. Но именно это делает бизнес успешно. А еще, когда ты уже расплатился, то в хорошие времена здесь давали мишек. И вот они. Есть. Вот они. Человек, в момент, когда он платит, он думает, что… Он думает, что это прикольно, но нет. Ему дают мишку для того, чтобы подсластить эту маленькую транзакционную пилюльку. Мы все дети. Им нужно что-то маленькое, вкусное на десерт. Балуйте себя. Приходите вапиано. Скажи мне, Андрей, сколько медведей съедают за месяц? Сейчас расскажу. Сколько? Думаю, что три тысячи. Три тысячи медведей. Три тысячи медведей. Вопрос заключается в следующем. Нет ли проблемы, что человек, который платит чек, как в традиционном ресторане, где он сидит за столиком, где его обслуживают, если он попадает в ситуацию, когда он фактически попадает в столовую? То есть у него есть поднос, он должен постоять? Ну, во-первых, у нас есть ордермены. И вы можете заказать себе определенное блюдо и не ждать. Он вам может это даже принести. То есть есть такой сервис. Идея ресторана, то есть это не вопрос в столовой, чтобы что-то сэкономить. Вопрос о том, что вашу еду готовят при вас. Вы видите, готовят ваши ингредиенты. Вы видите, как готовят вашу пиццу. Вы видите, как готовят вашу пасту. Дальше я все расскажу. Это важно. Поэтому, да, есть момент очереди, какого-то неудобства. Но мы решаем это сейчас с помощью ордерменов. А в будущем у нас будут стоять автоматы, где вы сами можете себе сформировать заказ. И вам его принесут. Поэтому есть несколько опций, которые мы сейчас развиваем. Сложно было получить франшизу? Сложно. Вопиано очень требовательна к выбору своих партнеров. Они не открывают рестораны в тех странах, в которых они не находят партнеров по уровню, по смыслу, по философии, по драйву, которая похожа на них. А как можно определить уровень партнера, если ты с ним пару раз встретился в офисе? Есть целая система вопиано оценки будущего партнера, несколько встреч. Я хочу сказать следующее, что самое важное, что определила возможность получения нами франшизы, это прохождение нами практики и работы в ресторанах вопиано в мире. Мой партнер Владислав Гуристримов проработал полных три дня в Гамбурге. Я проработал два с половиной дня в Вене на всех позициях. Я стоял в таком наряде, готовил пасту, я готовил препарейши на кухне, я работал на баре, мыл посуду, я помогал убирать мебель. Я делал все виды работ, которые необходимы для того, чтобы успешно управлять рестораном. И каждый из ребят, руководителей смены выставлял мне оценки. И после прохождения двух с половиной дней, когда был понятен лист нашей оценки, как ребята меня оценили, только после этого компания начала всерьез разговаривать о получении франшизы со мной и с Владом. Скажи, пожалуйста, тебе кажется, что вот эта процедура, это больше был такой обычай и такой фетиш, или они реально могли оценить какие-то человеческие или там личные качества? Они считают, что прежде чем говорить о бизнесе, мы должны понимать, как все крутится в опиано, а в опиано должно понимать, могу ли я это сделать. И на тот момент, будучи уже достаточно успешным бизнесменом, мне было достаточно дискомфортно стоять в Вене, в Австрии, разговаривать с немцами на английском языке, делать все процедуры, не чураясь никакой работы, потому что я очень хотел получить франшизу, и они это оценивали. И если бы было очень много случаев, когда очень богатые люди и опытные не получали франшизу, потому что они не проходили этот чек. Многие не соглашались, многие приезжали на чек в пиджаке Китон, в джинсах, в туфлях Берлуте, им говорили, ребята, спасибо, до свидания, нам не нужны ваши деньги, нам нужны партнеры, с которыми мы откроем 5-7-10 ресторанов, вырастим в два раза, и эти рестораны будут управляться прекрасно, потому что вы понимаете, как все крутится, вы понимаете дух и философию в опиано. Скажи, пожалуйста, вот ты на тот момент был уже там мультимиллионером, да, Зачем тебе это? Зачем тебе этот лишний геморрой? Зачем тебе эта лишняя нагрузка вместо того, чтобы поехать в ту же самую, не знаю, Италию или Австрию, просто там отдыхать? Ну, мне хотелось сделать этот проект, мне хотелось открыть и хочется открыть всем ресторанам, своим партнерам и быть причастным к этому успеху, к мировой компании. Компания очень много дает. А чему ты научился благодаря в опиано в бизнесе? Есть какие-то уроки? Это колоссальное сервисоориентирование, это внимание к деталям, мы продаем миллионы товаров каждый месяц, я не знаю своих потребителей, но если что-то происходит с рестораном, хоть с одним потребителем я сразу знаю, да. То есть в опиано очень много мы учим, сказать вот здесь вот прямо сейчас, да. Наверное, другой уровень perfection и перформанса, который мы способны в бизнесе делать. Отношение к партнерам, отношение к людям, отношение к команде, понимание в еде. Во всяком случае, это тоже очень много значит. Какое твое любимое блюдо в опиано? У меня... Ну, у меня, в первую очередь, конечно. У меня много любимых блюд. Я очень люблю свежий салат с креветками, соусом миста. Я очень люблю карбонара, я очень люблю пиццу, которую мы делаем. Слушай, а сможете два слова про систему сказать? Про систему. У нас новейшая система, индукционные плиты, все очень быстро готовится. Воки, вот специально под плиту. Можно себя чувствовать звездой влога Федорова и одновременно готовить. Ну что, пойдемте? По-моему, вы заказывали, да? Вау! Вот это най-чистый! Приятного аппетита! Я владелец ресторана Вапиано, и наш ресторан был признан два дня назад лучшим сети рестораном в мире, сети Вапиано. Дай Бог, будет вкусно. Приходите, мы всегда рады. Бон аппетит! Знаете, видно, что работает владелец, принес тарелки, забыл принести вилки, ножи, салфетки, поднос. Нарушил все стандарты, если бы все так работали, не было бы... Но при этом, но при этом... Да, но при этом, да, но при этом не забыл улыбку и сделать... Не, звичайно, звичайно, смачного, я за рту. Все, хорошего дня! У нас есть слоган у сети Вапиано, Андрей. Приводится как вот веду, веду, везлав. Все, что мы делаем, мы делаем с любовью. Поэтому вилки хорошо, но вилки и ножи... Вилка без любви хуже, чем любовь без вилки. Совершенно верно. Без вилки. Андрей, скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, как чувствуешь ты себя с партнерами, когда вы владеете самым успешным рестораном в сети? Кто это вообще определял? Это какой-то австрийский старичок приехал и сказал, о, мне нравится? Давайте дадим этим странным украинским парням. Или как это было? Ну, для того, чтобы было объективно оценено и руководитель сети Вапиано, Владимир Гавришевский, который только вернулся в 5 утра из нашего итальянского турне, быстренько расскажет, почему мы стали лучшими. Володя, расскажи кратко. Случайно на столе оказались документы. В Вапиано есть две системы оценки. Первая система оценки – это оценивание гостями. То есть тайный мистер Шоппер, который делает контрольные закупки, оценивает сервис, качество, вкус, персонал, команду, все. И вторая – это оценка от Вапиано. То есть у Вапиано есть система оценки, ежегодно проходит от двух до трех оценок, а не оценивание двухдневных рекордов. При том, если ты облажался один раз, то тебе уже не видать, как своих ушей призят. То есть это в течение года нужно все время подтверждать, что ты лучший, да, и получать баллы по самым ключевым параметрам, не ниже определенного. Поэтому это такой годовой марафон. Это не единожды случайно проверенный ресторан, и вот на тебе все, мы там получили награду. Гость тайный нас смотрит ежемесячно, иногда по два раза в месяц. И аудит, как я говорил, двухдневный аудит, репорт, это уже приезжает в Вапиано, и с их стороны представитель, и контролит по всем пунктам. То есть на самом деле вот эти вот документы, вот этот документ – это 60 ресторанов. 60 ресторанов. По каждой станции, по каждому сотруднику, по каждому… Правда ли, что для того, чтобы… Я слышал такую теорию, что для того, чтобы управлять современным рестораном или вообще таким большим сетевым бизнесом, то нужно быть влюбленным в чек-листы? Нет. Что по каждому процессу должен быть какой-то чек-лист, который нужно там супер, мега, ультра жестко соблюдать? Я не считаю, что это правда. Правда в том, что ты должен любить то, что ты делаешь. Чек-лист – это бумажка, а результат делает человек. Ты должен любить своих людей, которые делают твой результат, и людей, которые ходят, тебя оценивают, то есть гостей. Это же больше похоже на чек-лист? Но без жесткой системы контроля качества, продуктов, всего остального. А это уже эмоции, которые накладываются на объективность, которые с баллами, с процентами и со всеми. А как можно оцифровать эмоцию? Любовь – это же эмоция? Да. Увлеченность – это же эмоция? Да. А это субъективность. Откуда у вас возникло 94-85? А не 94-82, например. Любовь оцифровали в баллы, то есть вы видите окончательно все и того, сколько должно быть баллов и сколько не максимально. Какие критерии самые весомые? Качество, сервис, чистота. Что такое качество? Качество – это выполнение стандартов именно приготовления блюда и выполнения стандартов хранения продуктов, выполнения стандартов ежения. Гарантия свежести, гарантия вкуса. Этот человек говорит мне про отсутствие чек-листов. Ха-ха. Нет, этот человек сказал, что он не верит в результативность чек-листов. Человек, который выиграл по… Критериям жестким. …пяти тысячам критериям по оценке 94-85, сказал, что он не верит в чек-листы. Лукавит. 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 Все очкарики. Обманщики. Лукавит. Хорошо, а мне вопрос… Ладно, у Володи… давайте так, у Володи просто потерялся чемодан. В нем находится наш приз. И в нем написано, что it's the price of excellence. И когда мы говорим о нашей победе, то это не тема вкуса, это не тема сервиса, чистоты или свежести оливкового дерева, которое растет. Это тема excellence. А это же искусственное дерево? Нет, это натуральное дерево. Натуральное дерево? Да, оно подпитывается нашими эмоциями. Нет, если серьезно, как вы добираетесь с живого дерева внутри? Это живое. Я хочу сказать о том, что excellence – это намного важнее. Это составляющая эмоций и техники процессов того, чего лежит уже непосредственно за менеджментом Эпиано. Ну, конечно, огромный труд. Хорошо, друзья, я поздравляю вас с победой. Спасибо, Володя, я буду дальше Андрея. Спасибо большое. Я хочу сказать о том, что мы инхаус делаем не только пасту, но делаем и дольче. То есть все сладости, все десерты, которые так любят наши гости, тоже делаются здесь. Утром они свежие. То есть мы действительно контролируем качество на всех этапах производства. Сколько ты вложил в этот ресторан? Бюджет где-то на уровне 1 300 000 евро. 1 300 000 евро? Да. Как быстро вы рассчитываете вернуть эти деньги? В современных реалиях украинской экономики 5 лет. Отлично. Ну, я желаю, чтобы вернулись они быстрее и все гости были счастливы. Грация и миле. Буна журната. Грация и миле. Грация и миле. Грация и миле. Грация и миле.